Для мальчишек и девчонок из средней школы номер 6 этот день необычный, ведь сегодня у каждого из участников конкурса есть возможность проявить свои положительные качества, ответственность, любовь к родине, готовность в случае необходимости встать на ее защиту и самое главное умение слаженно и четко работать в команде. Чтобы воспитать молодежью дух патриотства, чтобы они знали свою страну, чтобы они гордились своими дедами, прадедами и их подвигами. Даже проливной дождь не помеха для того, чтобы посостязаться в патриотическом поединке. Под капли дождя и военно-патриотические песни «День Победы» и артиллеристы, учащиеся в 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов, прошлись торжественным маршем, показав свое умение ходить строевым шагом. Работать в команде, показать дисциплинированность и собранность, четко следовать указаниям командира, пройтись в строю военным чеканным шагом, ребятам пришлось нелегко осудить их и выбирать победителя оказалось вдвойне сложнее. Качество отточенных движений оценивали военнослужащие. Молодежь у нас – это прекрасная молодежь. Молодежь – это те люди, которые когда-то придут к нам на смену. И проводя вот такие мероприятия, мы, естественно, закладываем те традиции, которые существуют в нашем обществе, которые привиты когда-то нашими старшим поколениям, мы закладываем в них. Особенным этот день стал не только для старшеклассников. Накануне Великого праздника Дня Победы активные четвероклассники вступили в ряды белорусской республиканской пионерской организации. Однако и на этом праздник не закончился. На школьном стадионе всех ожидала выставка стрелкового оружия, традиционная полевая кухня с солдатской кашей, конкурсы, игры и масса спортивных развлечений. Во-первых, эта подготовка идет к несению вахты поста памяти номер один в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Во-вторых, это стимулирует детей к ответственному отношению, к своей семье, к своему государству, к службе в армии. Без сомнения, подобные инициативы помогают воспитывать в школьниках чувство патриотизма и любви к родине. Ведь именно в руках молодежи – будущее родного города, региона и страны. Субтитры создавал DimaTorzok